Девушки отдыхают В его отсеках дремлет множество зелотов, отважных тамплиеров, погруженных в стазис, чтобы стать частью армии этого судна. С болью в душе я начал отсекать их нейронные кузы. Нижние палубы выделены под звездную кузницу, тут создается оружие. Это судно хранит много тайн. Его технологии древние, но очень сложные. Его создали в славные времена, когда свет нашего народа сиял подобно солнцу. Звездный Атлас обновлен, Иерарх. Здесь ты можешь выбрать следующий пункт назначения. С этим судном мы отомстим за случившееся Каракс. И освободим тамплиеров. Всем привет, друзья! С вами Лориелий. Мы продолжаем с вами наше прохождение Старкрафта 2, а именно кампанию за... Протосов. Именно Протосов. Так, я что-то растерялся. Смотрю, у нас здесь и Кархал, и Шакурас. Да, мы в прошлой серии... Кстати, на этом и закончили. Нужно было сделать выброс. А, выброс, боже мой. Выбор Шакурас или Кархал. Кархал. Если мне память не отказывает, здесь Джимми Рейнар, да? Ну, тогда и вперед. Уклоняемся! Уклоняемся! Судно Протосов. Говорит командир Джеймс Рейнар. Артанис? Дружище. Как же я рад тебя видеть. Друг Рейнар, кажется, ты немного занят. Обычный рабочий день. Кто эти мятежники? Они называют себя Корпус Мебиуса. Головорезы Наруда. Нападают на планеты по всему сектору. Никого не щадят. Нам докладывают, что их возглавляют гибриды. Воистину, от Амуна не укрыться нигде. Укрепить эти перегородки. Все к отметке Альфа-7. Нужно сформировать линию фронта. Они захватили нашу орбитальную платформу Небесный Щит. И уничтожили атмосферные стабилизаторы. Она теряет высоту. И если упадет, Августграду конец. Мы не допустим этого, командир. Свяжите их флот боем. Не подпускайте к нам. Прямо как в старые времена, приятель. Прежде чем вступать в бой с противником, будет разумно изучить наши боевые резервы в военном совете. Согласен. Итак, что же у нас здесь есть? Коммуникатор. Давайте глянем. Похоже, судьба вновь свела нас, Джеймс Рейнер. Скорее удача. Удача. Понятие, которое придумали люди. Мы, протасы, видим всю канву событий, за которыми скрывается единый план. Не важно, что вы там видите. Главное результат. Так что тебя сюда привело? Зератул считал, что твой артефакт, он называл его ключом. Может привести нас к Зелнага. А где он сам? Темный прилад погиб на Айюре. Он завещал мне продолжить его поиски и найти способ остановить Амуна. Черт. Так и знал, что этот крестовый поход не доведет его до добра. Это тяжелая утрата. Я знаю, он был тебе другом. Я прошел огонь и воду, чтобы достать этот чертов артефакт. Потерял кучу бойцов. А все из-за его пророчеств. Если он хотел, чтобы артефакт был у тебя, забирай. А сейчас нам надо подумать о том, как спасти город. Окей. Каракс. Даже без света Кхалы я чувствую твою грусть и твою боль. Даже копье Адуна не радует тебя. В этом все и дело, Иерарх. Лишившись Кхалы, я ощущаю себя слепшим. Я не могу почувствовать твоих эмоций, познать глубину твоих мыслей, не могу ощутить поддержку других фазовых кузнецов. Я испытываю одиночество. Я тоже чувствую изоляцию, бесконечную пустоту. Но знай, что ты не одинок, брат. Не представляю, как темные тамплееры жили с этой утратой. Нас ждут нелегкие времена. Хала больше не связывает нас, Каракс. Но мы все еще одно целое. Мы преодолеем это испытание. Ибо у нас нет другого выбора. Так, хорошо. Что насчет военный совет? Ух ты, блин. Хранитель выведена из стазиса. Ее нейромные узы целы. Она связана с Кхалой. Стой. Я Арахана, великий хранитель Вилари и твой советник. А ты, полагаю, командующий вершитель. Темный Бог не подчинил тебя. Но как это возможно? Я чувствую тьму, которая тянется к каждой моей мысли. Но я не подвластна ей. Хранители обучают контролировать каждое колебание к Хауле. Уверяю тебя, я не поддамся звуку и буду служить тебе достойно. Я храню воспоминания и личности всех протосов, живших до того, как меня погрузили в стазис. Благодаря этому я могу делиться с тобой опытом прежних вершителей. В этом зале ты сможешь выбирать нужные тебе войска. Я Артанис и Иерарх Делаамов. Я возглавляю остатки нашего народа. Твои воспоминания действительно полезны, Рахан. Но если ты поддашься скверне Амуна, мне придется тебя уничтожить. Понимаю. Я готова к наступлению Смутных времен. Идем, и ты увидишь, зачем нужны эти залы. Иерарх, панель комплектации готова к использованию. Мы можем начать в любой момент. Мне доводилось только слышать о великих хранителях. Я даже не надеялся встретить одну из них на этом корабле. Это неудивительно. Мои сестры и я уникальны. Нас с рождения учат тонкостям обращения с Халлой. Я постигла всю ее глубину, познала все оттенки эмоций и каждую грань воспоминаний. Из-за этого дара нас погрузили в Сазис, чтобы мы могли прийти на помощь своему народу в будущем, в час великой нужды. Твои сестры находились на борту других ковчегов? Значит, они... Слились с Халлой. Погибли, когда зерги напали на Айор. Я знаю. Я чувствую эту трагедию намного сильнее, чем ты можешь себе представить. На тебя возложена тяжелая ноша, Рахана. Такова моя судьба. Судьба, которую предвидели создатели этого корабля. Положись на их мудрости, Иерарх. Я буду служить своей цели так же, как ты служишь своей. Панель комплектации позволяет тебе выбрать войска, доступные благодаря открытым нами технологиям протасов. Вначале выбери тип войск. Теперь выбери один из двух типов войск, который ты хочешь использовать в грядущих битвах. Я ж даже и не знаю. Как необходимости в дальнейшем можно будет изменить свой выбор. Мы клинки Айура. Нифига себе. Врывается в бой и перехватывает наземные войска противника. Способность вихри наносят урон ближайшим наземным войскам. Здесь темные стражи ждут. мощно прорывается сквозь союзников и перехватывает наземные войска. Противник ага на короткое время оглушает наземные войска. Блин я даже не знаю но этот как-то помощней что ли будут. Мне кажется возьму этих пока. Далее сталкер восстановление щита после телепортации в течение короткого времени восстанавливает щиты и наносит дополнительный урон бронированным единицам. а это увеличенный урон дальность атаки и запас здоровья наносит дополнительный урон бронированным боевым единицам. Ага у него атака короче помедленнее понятно. Так да не наверное возьму вот этих ребят. Я как-то к ним привык что ли? Хотя черт его знает. Ладно давайте возьму пока сталкеров если что если не понравится посмотрю драгунов. Так значится Атлас. У нас проблемы с небесным щитом старина. Если его не починить Август Град исчезнет с лица планеты. На платформе хозяйничают мебиусы. Эти ребята чокнутые. Они скорее умрут чем позволят нам вмешаться. Ну вперед сейчас разберемся с ними. Так выполняя дополнительные задачи вы получите больше соларита который затем можно использовать в солнечном ядре. О как окей будем иметь ввиду. Плохи дела небесный щит долго не продержится если так пойдет и дальше где-то через 10 минут вся платформа рухнет на нашу столицу быстро чтобы остановить падение потребуется мощность всех пяти стабилизаторов ну поехали сразу же ребятишек на добычу о вот отряд ниндзя так ага у меня короче времени вообще в обрез я понял мне надо 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 что мне надо я даже и не знаю ё-моё вообще беда давай превращайся пока цена аж вроде все та же да окей один пошел второй пошел я здесь среди теней так бойцы штампуются следующий следующий тем временем два сейчас будет сейчас будет момент серьезные парни сюда движется отряд корпуса мебиуса ну ничего задействуй системы вооружения копья дуна система по бордировке готова к работе приготовьтесь к орбитальному удару ну и там ваншот не случится всей платформе неплохо шарахнуло очень даже неплохо теперь ты можешь нанести орбитальный удар с помощью панели команд копья дуна понял давай добывай мои навыки пригодятся тебе и сколько 50 единиц так а у меня время вообще в обрез я наверное пойду в бой ну вот так вот я думаю а как то еще я найти могу я не могу тебя стоять ну давайте бахну раз два три четыре пять какого черта а че оно им ничего не нанесло мда печаль ооо даже так твои ремонтники могут приступить к работе спасибо артанис мои ребята установят там радарную вышку она подаст сигнал если кто-нибудь из корпуса мебиуса попробует туда сунуться так два сюда боец хотя не давай блин там вообще ничего так нужен пилон что шла жара так даже и не знаю что может двинуть куда-то в бой хотя мне бы не помешало ладно давай добывай пока нет обычных хочу сделать улучшение ну давай скорее там 150 всего-то единиц немного 44 8 и есть контакт так ставлю возвращайся не хватает минералов жизнь зааю так сейчас будет тут движуха хорош погнали вперед так я правда не знаю на какую лучшую точку давайте наверное на верхнюю пойду ага короче только по бронированным войскам вон оно в чем беда противосместия заманчиво противосместия корющиеся тени мы корющиеся ну да готовьтесь обороняться это всегда готово мои предположения оправдались эти соларитовые реакторы можно использовать чтобы увеличить отдачу энергии солнечного ядра хорош я вижу на этой платформе еще два подобных устройства разыщи их если будет возможность да ну попробуем мы крадущиеся тени пришел увидел и уничтожил замечательно ну виспен хорошо виспен дело нужное блин как же так надеюсь так пилонов будет достаточно так и хочется сказать нужно построить зикку рад ух ты блин как раз сдали там еще толком и сесть не успели так возвращаемся а хотя какой возвращаемся мне надо идти захватывать а то там уже не будет куда возвращаться так ребят сюда хорошо здесь кину пару пушек и батарея щитов так так что у меня там процесс идет все погнали ну то там 6 минут осталось всего на все а ага надо было раньше сказать емае что ж вы действительно то раньше не сказали я б туда жахнул бы и было бы вообще хорошо оценка ресурсопрочности обновлена отлично ремонтная бригада уже в пути против вводьте на чеку похоже корпус мебиуса решил укрепить оборону стабилизаторов готовьтесь встретить серьезное сопротивление окей мы всегда готовы ой 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 так отходим а че не почему нельзя сюда дать о блин так хватаю воздушку а милишники сниму все что там в миле замечательно приступаем к ремонту о на меня тут напали окей я ж только за я здесь среди теней так возможно стоит построить все вы добывайте оу а это что у нас тут такое ладно не знаю даже что это ну а может быть просто в точке так как же мне туда попасть ой блин крадущиеся тени как я не знаю ногу что не знаю что не знаю не знаю что Дракун, я не буду слушать. Так, двигаю дальше. Я здесь, среди тени. Так, ну, я, наверное, не стану прям так безбашно нападать. Залпы. Ну, вот так-то. Хорошо. Оценка ресурса прочности обновлена. Замечательно. Сейчас только вот эту штупенцию раскочегарим. Раскочегарим. Короче, снять. Последний соларитовый реактор уже на пути к кораблю. Я как можно быстрее приступлю к установке. Отлично. Ради возмездия. Так, а как мне? Опа. Кто это здесь у нас? Очень разумно. Приказывай. Мои навыки пригодятся тебе. Замечательно. Очень разумно. Так, тем временем. Блин. Ну, вот так вот. База атакована. Залп. Так, кстати, можно было бы их взять, я думаю, с собой. Ого. Ну, а там вон мои бойцы идут. Забрать. И вот это тоже забери. Так, давай скорей. Все. Поехали. Уничтожаемся. Замечательно. Хорошо. Задал ты им жару, Артанис. Рейдеры, обеспечьте прикрытие. Поехали. Пригодятся тебе. Пригодятся тебе. Замечательно. Друг Рейдер. Небесный щит стабилизирован. Корпус Мебиуса отступает. Дальше контроль над станцией будет осуществлять адмирал Хорнер. Должен признать за мной солидный должок партнера. Замечательно даже. Несколько достижений получено. Не может не радовать. Твои ребята славно постарались, Артанис. Небесный щит снова в строю. Начинаем высадку. Мы присоединимся к вам на поверхности и заберем ключ. Плохие новости. Похоже, у наших друзей был тот же план. Пока мы сражались, на императорский дворец напали. Охранные системы показывают, что ключ был украден. Как говорила мама, из огня да в полыня. Я не вполне понимаю, как это может помочь друг Рейдер. Я тоже. Погоди, разведчики докладывают. Солдаты корпуса Мебиуса двигаются к порту Беннета. Ключ у них. Они не должны уйти. Миррор. Тебе нужно посетить солнечное ядро. Зайди туда как можно скорее. Окей, давайте сходим. Солнечное ядро. Впечатляющее зрелище. Рукотворная звезда. Что же ушло на ее создание? Ядро снабжает энергией копье Адуна и все его системы. А его свет питает наших воинов. Сколько займет активация его тактических систем? Анализ систем уже идет. Но звезда дремала много веков. Для ее восстановления нужно время. И мощный катализатор реакции вроде саларита. Саларит? Перворожденные не используют его уже тысячи лет. Это древнее судно, Иерарх. Чтобы пустить его в ход, нам придется использовать даже нестандартные ресурсы. Сделай все, что в твоих силах. Мы достанем необходимое. Отлично. Можно приступить к настройке ядра в любой момент. Иерарх. Выбери солнечное ядро, чтобы увидеть доступные возможности. Ты выглядишь по-новому, фазовый кузнец. Ах, видимо, ты о моих механических руках. Я сконструировал их, чтобы эффективнее работать с солнечным ядром. Они мне очень пригодились. Здесь можно увидеть, какие системы вооружения и поддержки используются на копье Адуна. В рамках каждой системы единовременно можно использовать только одну активную способность. Ты можешь менять способности в зависимости от тактических и боевых задач, Иерарх. Тут отображается доступное в данный момент количество соларита. Угу. Так. Остатки соларита можно пустить на поддержку вспомогательных систем. Ага. Вызвать пилон. Орбитальный удар. Ого. В десять раз. Увеличит изначально допустимый максимальный размер армии. Требует пять единиц. Угу. 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 Не знаю. Так, а чё я не могу? Ага, наверно это значит, что уже типа улучшено. Окей. Ну и пока возьму это. Как-то так, я думаю. Что по военному совету у меня. Напоминаю, что наш священный закон Д.У. Забещает нам вмешиваться в судьбу низших существ. Если только на карте не стоит судьба Империи, меня озадачивает твоё желание помочь тиранам. Почему ты считаешь их низшими существами, Рахана? Я убеждена в этом. Посмотри на них. Простые, примитивные. Они даже общаются посредством отверстий, ртов. Многие, да и я сам когда-то считали так же, как ты. Но они способны на благородные поступки. Однажды ты это поймёшь. Так, что на мостике? Всё плохо, Артанис. Там внизу гора трупов. Нужно показать этим ублюдкам. Как эти тираны стали невольниками Омуна? Они служили в секретных подразделениях, отвечали за охрану исследовательского комплекса Доктора Наруда. После того, как Валериан пришёл к власти, связь с фондом Мебиуса была утрачена. Их последние сообщения были бессвязными, безумными. А затем начались нападения. Омун превратил их в своих рабов, в свою армию. Они опасны. Но это лишь начало грядущей войны. Мне всегда нравился твой оптимизм. Так, ну что ж, друзья мои, думаю, на сегодня это всё. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поддержите видео лайками. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. И увидимся с вами совсем скоро в следующих сериях. Всем пока, друзья мои.